Всем привет! Меня зовут Ратур, и мы продолжаем познавать боль в Dying Light. В следующей серии мы помогли вот этому товарищу, он послал нас на 13 этаж, чтобы мы помогли его товарищу Марку, на которого напал, собственно, его брат, обращенный в зомби. А мы тем самым, ой, тем самым, а мы тем временем пытаемся вторгнуться, судя по всему, к ним тут в доверие, чтобы заполучить файл, на котором вакцина от вируса, которая еще может быть на стадии токсичной, то есть еще не доработана. Ну, в любом случае, давайте продолжать. Так, ну что, хватит? Теперь могу я увидеть Брэкена? Проб, перейденься. Чистые вещи у тебя в комнате. Тебе в 194-м. Чего тебе, вопрекить, не нравится? Не пройдет до работы, что предлагает Брэкен. Переоденешься? Скажи. Ок. Так, давайте-ка выйдем еще раз на балкон, потому что я кое-что здесь... Вау. Неожиданно. Я кое-что здесь пропустил. Вот. Угу. Так, значит, нам в 194-ю. Я на этот раз постараюсь уделять внимание деталям чуть меньше, потому что... То, что мы столько времени проходили в предыдущей серии, там получилась серия на полчаса или чуть-чуть больше, а в итоге мы ничего там не сделали и только ходили и охали и охали от деталей. По сути, это могли выйти уже на улицу посмотреть в этой серии, во второй. Ну, ладно. Я все равно не могу не уделять, как бы, внимания деталям, потому что я просто поражаюсь работе людям, но... Что ты такой шуганный? Ё-моё. Чем ты там занимаешься? Кодит. Хе-хе-хе. Окей. Пусть кодит. Да, говорит, что я все равно не могу... Не смогу не уделять внимания деталям, но... Постараюсь все-таки... Проходить и атмосферно, и, тем не менее, не затягивать деталями. Так, ну давайте переоденемся в чистое. Это ваш тайник. Здесь вы можете переодеться, а также оставлять на хранение любые предметы. По мере повышения уровня выживаемости вы будете получать доступ к новой одежде. Да, ё-моё. Окей. Давайте переоденемся в чистое. Акрохим, я готов. Дените Брекина. Не так быстро. Никто за тебя тут работать не будет. Надо посмотреть, на что догонишься. Так что иди-ка ты в зал. Чем? В зал? Да о чем? Это на верхнем этаже. Пара пролетов отсюда. Хорошо. Судя по всему, меня собираются здесь напрячь. Кстати. Есть? Где-то походите. А, нам туда и надо. Я говорю, что, судя по всему, будут пытаться нас напрячь. С доставкой сюда всяких продуктов и прочее. Ну, в общем, сделают из нас бегуна или... Ну, там, в общем-то, шуточки про вирус, зомби и так далее. Компьютерный вирус, в смысле, ну, в общем, такой. Я не просто не полностью понял, о чем они говорят. Вау, ты что делаешь? Прикольно. Классно сделали окружение, на самом деле. Люди тут, походу, реально занимаются своими делами. Это круто. На самом деле. Так, ну, не будем без тактами, да? Пускай себе люди спят. Потому что они, я думаю, что они заслужили. Все-таки. Жить, блин, в таких условиях, это... Это жопа. Мягко говоря. Это, судя по всему, их... Складское помещение. С виду и со всем... С всяким таким... Вот опять! Что я делаю? Я лажу и рассматриваю, как люди живут и... И прочее. Вместо того, чтобы пойти на дело. А что вы кушали? Угу. Окей. Угу. Тут, судя по всему, такой... Своего рода детский садик, да? Капец, а каково ж детям-то, а? Зомби. Кругом лазят. Тут дети. Как вы на это смотрите вообще? Капец. 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 В общем-то, да. Она там читала детям сказку про... Ээээ... Злую ведьму. Ну, в общем-то, сказку. Ничего важного. Никто со мной поговорить не желает. с роботка мужик я бы сказал по его лесу что у него есть какой-то план по-моему от что-то затевает я бы сказал это его квартирка да 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 все я хочу жить в этой комнате ну или принесите мне такую же бою боже чувак есть я понимаю тут не запить конечно очень сложно компала ситуация выключить можно это как-то что отсюда быстро уходить иначе авторские права там все все блестит отражается у меня даже возникло ощущение что здесь все в воде все залито так ладно все хватит маяться херней руки побитые все нашего персонажа им россиям я тебя не вижу ты где твою мать что ты делаешь иди сюда и безбашенный чувак кнопка прыжка и поможет им сейчас кальна связи на выставку держите кнопка рб чтобы платим так я понял хорошо я думаю мы с этим справимся на кстати чутье же есть все дела тебе здесь точно понравится край край на кране шутник твою мать я щас пройду поэтому крану и смотреть низ не смотреть низ я щас дойду до тебя и надеру тебе задницу шутник твою же налево не смотреть низ не смотрю низ балансируем тихо не прощаем на эти звуки внимание не обращаем их внимание от же а вместо того что бежать прыгнул не на эту кнопку нажал ладно ну ты маленький засранец скажи мне что нибудь вот и наш зал начнем сначала как на это научиться бегать у меня не нужно учиться бегать то есть делать что я говорю так так там танцы дали его заманец я хочу ещё убивать то есть достопитные слабак чем они чемпионис лире сейчас я это серьезно вончить с смотри а нога архивбург улжи я за помощью Хе-хе, ну, пластная тебя наколола. Что ж, ты так не понимаешь? Давай! Допрыгивай же сюда! Милостивый. Охренеть просто. Просто охренеть. Да, судя по всему, другого пути у нас как бы нету, да? Блин, ну ты засранец, Рахим, я тебе сейчас на задницу надеру. И сюда! Твою мать! Твою ж мать! Захватывай дух, да? Смотри, не перегори. Еще не все. Чтобы выжить наружу, учись использовать преимущество местности. И такие обычно лазят неважно, так что пересечение мест... Пересеченная местность. Я тебе отгадал пару типичных ситуаций. Посмотрим, как ты справишься. Блин, я опять не успеваю читать. Ну, короче говоря, он сказал, что пересеченная местность это наше, в общем-то... Все. Наше, наше все. Окей. Иногда лучше проползти по низким и узким проходам, Туда кому гнаться за тобой будет трудновато. Спасибо! Если я сейчас из-за тебя здесь еще что-нибудь... Себе сломаю... И что я потом задницу надеру. Рахим! Иди сюда, твою мать! Я тебе сейчас скажу пару ласковых гад! Хотя, блин, мне ж нужно вторгнуться к тебе в доверие, наверное. Раз вы начал бежать, не сбавляй темп. Если остановишься снаружи, можешь... Можешь погибнуть. Окей. Есть точно ничего такого? Интересного нету? Может... Может статуэтки, которые мы обязательно соберем все? Угу. Хе-хе-хе-хе-хе. Вааа! Не увидел. Не увидел дырку. Ладно. Не беда. Уа-х! Яаа. Давай, крейн! Отлично. Неплохо... для нуба! Ну, окей, поражи мне тут ещё, Рахим. Так. А, управление... А, в смысле, бег. Теперь поднимайся на эти леса и подсранься, не упасть, а от устраховочной сетки нет. Засранец. Я говорю, что управление слегка неудобно именно в плане бега. Нужно нажимать на стик, это неудобно. Это мое любимое. Захват кошки и силовый выход. Если нет, не протянешь снаружи и десяти минут. Я думаю, что мы освоим это без проблем. По крайней мере, серьезных. Мы же играли в Ассасина. Давай, давай, Крэйн. Отлично. Отлично. А теперь реальное испытание. Дай обратно к крану. Старайся использовать все, что подвергнется под руку. Опять не те кнопки жму. Так, ну, к управлению надо, конечно, самое малое привыкать. Краймере на джуйстике. На клавиатуре не пришлось бы. Для меня, по крайней мере. Отлично. Аккуратно. Боже. Падать, конечно. Вот вообще вот не очень будет. Так. Ну. Разгунчик. От самого края. Тихо. Бежим, бежим. Давай, давай, давай. Отлично. Лучший. Хорошо. Ладно, довольно. Приятель, да у тебя природный талант. Или так, или ты раньше занимался. Бегал? Разнавайся. Да нет, Рахим, это был класс в школе. Тогда ты точно самородок. Не встречал ничего подобного. Понимаешь, Рахим, просто я засланный казачок, там все дела. На самом деле я самый настоящий спецназ. Хорошо, что он меня не слышит. Слушай, у тебя тут ничего не было? А то я так поломился. Вот тут вот, может быть, что-нибудь. А? Цепи громыхали, я слышал. Прикольно. Ну ладно. Не думаю, что здесь что-то будет. Это все-таки обучение, там все дела. Ух ты, тихо. Запасный выход. Или запасной, или что-то в этом роде. Так, хорошо. Твою мать, Рахим, когда я до тебя доберусь? Ты покойник. Заставляешь меня этой хренью заниматься. Так, не смотреть, не сбалансировать, не смотреть. Что такое? Что, что? Крейм. Серьезно. Дерьмо. Крейм, не молчи. Что-то не так. Рахим, что это со мной было? О, черт. Первый приступ. Верняк. Возвращайся назад. Твою мать. Все перед глазами плывет. Так, тут уже... А, сейчас упаду. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Боже. Это было... Стремно. И это еще мягко сказано. Ой. Мnte кнопки. Рахим, ты не хочешь мне что-нибудь объяснить, а? Что со мной произошло? Рахим, что это всё значит? Я что, обращаюсь? Надеюсь, что нет. Но приступы означают, что ты заразился. И мой тебе совет, сходи к Зере, он тебя смотрит, сможет отнизить в коллет. Только перед доктором поговори с кладовщиком. Наберёшь снаряги, а то без них я сразу бушку откусит. Ну? Что ждём? Иди уже! Значит... Я подумал, что мы уже, с самой малость, превращаемся. Но, видимо, пока ещё нет. То есть это, можно сказать, первые симптомы. Но пока что это означает просто, что мы заражены. То есть, ещё не... Я не знаю, что они говорили, но я думаю, что всё смешно. Хе-хе-хе. Эээ... Да, я говорю, что... Что мы ещё не превращаемся, но мы просто... Кто-то там уже харчи тянет. Нам... Это первые симптомы того, что мы заражены. То есть, уже нет никаких сомнений того, что мы, эээ... Как минимум, инфицированы. И это, честно говоря, осложнит наше нам всё дело. Эээ... Извини меня, что я так вот... Бестакно врываюсь в твой... В твою квартиру. И кушает он определённо... Хе-хе. Суп с этими самыми... Колбасками нарезанными. Хе-хе. Хотя я бы мне сейчас показал, что это бурщ. Хе-хе. Так. Хорошо. Сегодня серия такая получается. Немножко... Точнее, более такая... Блин, господи. Хе-хе. Более активная, что ли. Не знаю, как что-то назвать. Так. Нам на лифт, да? Бежали! Лифт! Она, блин. А? Ну, ладно. Хат. Люди... Занимаются своими делами. Это хорошо. Ладно, мы дали реальную работу, и никто больше не заподозрит, что я не тот в закосе вновь. Пока сидит нормально, а когда доктор Зеро сбавит на приступов, станет еще лучше. Надеюсь, что доктор Зеро, по крайней мере, избавит хоть чуть-чуть от приступов. Я не... Просто я бы не такие надежды на Зеро, не на... Соговариваюсь уже. Говорю, надежду на Зеро бы не... Большие надежды не... Вы меня поняли. Вода стоит. Окей. Ладно, не важно. Просто то, что мы инфицированы, и как бы еще нету... прямо такой такого особого лечения короче говоря я не знаю я запутался в том что хотел сказать так что вы меня поняли просто я бы не все особо заре не доверял бы он может избавить нас чуть-чуть от приступов но я бы сильно бы не рассчитывал бы на его помощь не знаю почему ну то что очки разбиты знаю шо окей так ну кладовщик скажи мне аааа так ты новый разведший рахим говорил по радио да это я меня зовут крэйн я не собираюсь напрягаться и запоминать твое имя сперва проживай пару деньков вот это тебе кстати ваш не ходят слухи что очередная хлящик пришел за еду и антизином иначе говоря тебя тут не слишком-то жалуют но не вини когда ты в изоляции легко стать параноик а если ты еще и блокируешь с внешним миром атмосфера подозрительная только сугубляется целый город а не помочь звать некого а на помощь звать некого но стоит тебе принести мне или спайку парочку гудиков и сразу увидишь как люди изменят эти мнения переломный момент мать его спасибо я учту это что-нибудь еще я спешу хочешь заработать популярность пробуй помогать людям окажешь им пару услуг сразу потянутся можешь база может база найдешь чтоб не скучать по ночам а бабу найдешь извините может бабу найду блин вот про в первой серии озвучить получилось немножко может быть без таких косяков потому что я озвучил уже после записала здесь live озвучка все дела и обработка уже тушь скорее всего будет именно после этого так предметы в наличии водяная труба антический и то есть я могу задать ему да а это у него предметы в наличии понял блин я заверу все ёлки-палки кстати у нас есть фонарик о да почему exit такой непрорисованный прямо как карантинная зона там на 13 этаже было написано ладно неважно да секунду товарищ я посмотрю что здесь есть так спонж боб да ну понятно так ну что дверь уже прорисовалась так что это может означать только то что куда-то собрался да собрался это может означать что наш первый выход на улицу может уже трубу достали интересно ломить можно нет не буду не буду проверять с богом окей нюга ладно ну береги себя нас атак уже слишком мало вообще он сказал не нюб он сказал нюга и новичок ну да ладно нюб мне больше нравится слушай нюб доктор зерес сидит трейлере на детской площадке вы идёшь из башни поверни налево и иди строго на юг там увидишь это крейн я крейн хорошо хорошо крейн просто не вперёд нет времени глазеть по сторонам я постараюсь не шуметь там слишком звуки привлекают эту мерзость это листья или птиц это птицы да столько птиц там зачем-то кружат а вот и судя по всему первые проблемы с которыми там предстоит встретиться хорошо давайте найдем доктора значит надо спуститься вниз и повернуть налево да я честно говоря уже забыл тут может быть на лево потому что там горит машина давайте тут пройдем по-моему тут безопасней так судя по всему а вот и настоящие первые проблемы по ходу на стоят вот пунский городовой ты ж не такой реактивный как как я не знаю кто смотрите у него сердца нет вы 2 А-а-а! Ха-ха-ха! Блин. А-а-а! Нет, не вставай, не вставай, не вставай! Смотрите, они все за мной лезут. А-а-а! Шестнадцать баксов, это хорошо! Тю-тю! Спокойно. Без паники. Просто. А-та-та! Просто залазим наверх от них. И нам, судя по всему, сюда, да. Эт-та! Что это за красный крест? Сюда припасы могут скидывать или как? Так. Ого. Тихо. Я тоже хочу. Такое. Так, Зеро! Или как его? Зеро? Не помню. Забыл. Я надеюсь, что эти ротные пуговцы никогда не смогут понять, как бы скрыть на top of a van. Ничего не понял. К сожалению. Так, доктор, мне сказали, что ты можешь... Мне сказали, что ты можешь мне помочь избавиться от приступов. Ты тут? Доктор. Эй. Доктор? Доктор? Эй. Есть кто живой? Камден? Ты слышишь? Камден, черт погоди. Мне нужен укол вакцины. Что? Нет. Супрессанта. Называется антизин. Су-супрессанта. Называется анти... Антизин одоляет неизбежное. Это все, что удалось в ЭГМ. Неизбежное? Лекарства что, нет? Это что-то вроде бешенства. Сейчас лекарства нет. Но, видишь ли, я провожу опыты как с антизином, так и с зараженными тканями. Лекарство, возможно, определенно. Правда? Действительно, вы можете его получить? Вполне. С помощью доктора Кэмден. Эм... Куда я задевал инжектор? Кэм... Кэмден? Кто это? Мой коллега. Он застрел в секторе 0, когда была первая вспышка. Мы общаемся по радио. Но если б связь была получше, то и прогресс шел бы быстрее. Если б мои ранние опыты принесли результат, я водил... Я водил рек... Пенантные формы жируса в пуске мяса и разбрасывал их по городу. Я рассчитывал, что мутанты будут съедать мясо, а я бы фиксировал результаты. Но они не ели. У меня... Не было результатов. Жаль, что я угробил на это столько времени. Так что держать антизин про запас сейчас смысла нет. В любом случае... Ладно, я занят. Теперь ступай. Что же я делал? Слушайте, а мне нравится, что... Рахим, заросмотрел меня. Отлично. Он поможет тебе ненадолго. И это неплохо. Я, знаешь ли, привык посылать тебя туда-сюда. Ну так, посмотрим, что ты стоишь. Иди поговори со Спайком. Он недалеко от реллера Зера. У него есть для тебя задание. Так. На самом деле, хочу сказать, что мне понравился этот доктор. Он вызывает доверие. И я скетически к нему отнесся вначале. Но теперь мне он нравится. Возможно, он даже станет этим самым. Господи. Тем, кто изобретет, собственно, вакцину и спасет нам жизнь. Я не уверен, но что-то мне это подсказывает. Так, ну давайте поговорим еще с этим товарищем. Спайк, что ты можешь нам сказать? Мне сказали, что ты можешь дать мне задание. Спайк? Я Крейн. Как раз не хватало. Очередный чайник. Ладно, слушай, запоминай. Есть два типа грузов. Водник, еда, предметы первой помощи, снаряжение, все такое. Других только антизин. ПГМ отправляет этот встроенный видеосигнал и дает знать, когда будет груз. Проблема в том, что грузов с антизином забирают боевики Райса. Райса и его банды работают только днем, ведь и ночь означает почти верную смерть. Но следующие два груза с антизином взводят сегодня на закате, и Бреки намерены их забрать. Возможно, это наш единственный шанс. Какова моя роль? Но, я уже говорил, начиная вылазка, это почти самоубийство. Оба без почт, но без почт, если бы в полтора месяца они устраивали безопасную зону. Бреки на его люди будут сегодня безопасны, если ты сходишь туда, я хотела вернуть ловушки. Вот она, твоя задание. Хорошо, что за ловушки? Увидишь, я буду везти тебя. Помни одно из этих ловушек, Бреки до утра не доживет. Если его не принят антизин, нам всем крышка. Прежде чем туда идти, я возьму несколько взрыв пакетов. Они помогут... В общем-то, они помогут отвлечь зомби. Спасибо. Я дико извиняюсь за то, что я, опять-таки, не успеваю все читать. Возможно, я потом придумаю что-нибудь поинтереснее, я не знаю. Ну хорошо, давайте на этом и закончим эту серию, наверное. В следующий уже пойдем по этому заданию. Узнаем, что там к чему. Испытаем эти взрыв пакеты, хотя это... Тихо, тихо. Хотя это не взрыв пакеты, это, скорее всего, хлопушки какие-то, петарды, я не знаю. Но, может, точно не взрыв пакеты. Мародерство, клич к выживанию. Обыскивайте трупы, сундуки, брошенные машины, предметы мебели и даже мусорные баки. Там могут быть детали для сборки оружия и деньги. Чувство выживания на кнопке А поможет вам найти добычу. Ищите на местности огромные запертые сундуки, оставленные другими выжившими. Обычно они находятся на крышах, вне досягаемости зомби, и содержат оружие и прочие ценные вещи. Обыскивайте трупы, сундуки, брошенные машины... А, это мы уже читали, хорошо. Хорошо, ладненько. Давайте на этом заканчивать. А вы, тем временем, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, кому понравилось, не ставьте лайки, кому не понравилось. Всё, всем пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok